Волонтеры беспокоились, есть ли у нас вода, подносили тяжелые чемоданы. Когда мы приехали сюда, нас встретили как дорогих гостей. Жительница Херсонской области Ирина рассказала, как проходила эвакуация. Ирина, в числе многих других, вынуждена покинула свой дом и сейчас живет в Анапе. Она с благодарностью говорит о том, как тепло херсонцев встретили на Кубани. Где-то стреляли, где-то взрывалось, даже в городе. И мы видели эти пробитые крыши и разбитые стекла. Но все равно это как-то не укладывается в сознании. И даже осколок, который к нам залетел, поскольку рядом был взрыв, чудом не убил дочь, которая сидела в окнах. Хотя все было абсолютно в стеклах. Тоже как-то был не особо убедителен почему-то. По поводу эвакуации. Я потрясена тем отношением хорошим, которое нас сопровождало от входа в автобус и по всей дороге. Когда волонтеры от тебя беспокоились о том, есть ли у тебя вода, подносили тяжелый чемодан, это реально важно. Сопровождали туда, куда тебе надо. Мы к этому не привыкли абсолютно. И когда мы приехали сюда, и нас встретили как дорогих гостей, ну, честно говоря, вот за многие годы проживания на Украине, я совершенно отвыкла от того, что я гражданка вот этой страны. Она обо мне заботится. Вот это ощущение заботы было пронзительным, я бы сказала. И хочется начать новую жизнь и даже уже не вспоминать то, что было. Хотя навряд ли это получится.